В этом видео подробно об изготовлении простой двухскатной кровли для маленького бюджетного дома. У каждого из нас наступает момент, когда мы задумываемся о строительстве собственного дома. У моего отца такой момент наступил повторно, когда они с матерью решили построить себе небольшой простой дом, в котором планируют прожить пенсионный возраст. Я помогаю им в строительстве, а также снимаю подробные видео в надежде на то, что наш опыт будет для тебя полезным. На канале уже вышло 4 серии, в которых показан процесс от покупки участка, заливки фундамента, возведения стен и изготовления перекрытия. А впереди у нас еще много интересных этапов до самого завершения строительства и новоселья. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года и если ты хочешь его увидеть, подпишись на наш канал. Конструкцию кровли мы выбрали простой двухскатной с малым углом уклона. Подобную кровлю я сделал и себе на дом и успел оценить ее преимущества. Во-первых, такая кровля очень экономичная. Из-за малого угла уклона количество кровельного материала сводится к минимуму. Небольшая высота конька также уменьшает площадь фронтонов, уменьшая затраты материала и на него. Хочу развеять тот миф, что такая низкая кровля собирает больше снега. Даже моя кровля, которая закрыта со всех четырех сторон фронтонами, собирает на себя снега не больше, чем кровля с высоким коньком. Снег попросту сдувает ветром. Да, высокий треугольник конструктивно прочнее, но на высокую кровлю больше воздействуют ветровые нагрузки, последствия которых в виде снесенных крыш встречались нам значительно чаще, чем крыши, проваленные снегом. А также любой кровельщик согласится, что изготовление низкой кровли удобнее, быстрее и безопаснее. Кстати, ребята, о скорости возведения. Многие просят добавлять в нашу смету трудовые затраты, так что к этой смете по кровле, которую я озвучу в конце этого видео, я добавлю трудовые затраты по этому и предыдущих этапах. В прошлой части мы закончили на возведении стен и изготовлении фронтонов. И я уже упоминал, что кровля будет стоять прямо на стене из газоблока без использования армопояса. Предыдущий ряд мы армировали двумя прутками арматуры диаметром 8 мм. И этого нам показалось достаточно, чтобы связать все стены вместе. А с распределением опорной нагрузки справится и сам газоблок. Наш газоблок D300 имеет плотность нажатия 25 кг на сантиметр квадратный. И достичь таких критических показателей с кровлей с максимальной снеговой нагрузкой будет практически невозможно. Подробные расчеты я уже делал в прошлой части для деревянного перекрытия, которое мы также изготовили без армопояса. Каркас кровли мы решили частично собирать внизу. Из трех досок мы сбивали некое подобие фермы. В этой ферме нижняя доска сволок имеет сечение 200 на 50 мм. К ней крепятся два стропила с сечением 100 на 50 мм. В районе конька они соединяются на опорном бруске. Сначала мы изготовили все шаблоны и с их помощью разметили и напилили все заготовки. Стропила крепили к сволоку плашмя на 6 120 мм гвоздей. Пробивали их насквозь и загибали с другой стороны. Ширина такой фермы получилась 5,9 метра. Высота 60 см. А стропила формировала уклон в 9 градусов с длиной ската в 3 метра. Шаг между стропилами выбрали в 60 см. Для этого изготовили 10 ферм. Такой шаг в сочетании с сечением балок уже обеспечивает крыше достаточную прочность. Тем более, что каркас снизу будет поддерживать еще и внутренняя перегородка. Чтобы фронтоны выполняли ту же функцию, что и стропила, к ним плашмя я приклеил доску 100 на 25 мм, клеил ее на полиуретановую клей-пену и закреплял 120 гвоздями, забитыми навхрест. Фермы на кровлю затягивали с помощью двух веревок. Таким образом мы затянули на кровлю все 10 ферм и приступили к их монтажу. Для фиксации ферм использовали поперечные вставки из доски 100 на 50 мм. Выставляя их в шахматном порядке, к ним в торец прибивали фермы. А потом эту конструкцию приклеивали на полиуретановую клей-пену и фиксировали гвоздями, забитыми навхрест. Для лучшей фиксации в брусках просветлили отверстия и забили под углом полметровые прутки 12 мм арматуры. Идеальная геометрия до миллиметра стропильному каркасу просто не нужна. Такого перфекционизма на высоте все равно никто не заметит. Единственное место, кривизна которого бросалась бы в глаза, это посадочное место крайней шелевочной доски. На это место стоит обратить внимание и подровнять при надобности, так как она формирует ровную кромку кровельного покрытия. После изготовления стропильного каркаса его нужно накрыть ветробарьером. Он представляет из себя паропроницаемую мембрану, которая пропускает влагу из утеплителя, но не пропускает капли воды. Работать с такой мембраной значительно удобнее, чем с пленочным гидробарьером, так как она значительно прочнее и более стойкая к ультрафиолету. Мембрану нужно укладывать параллельно с весу, а рекомендуемый нахлёст при таком малом угле ската составляет 20 сантиметров. Мембраной я также обернул торцы стропил и полностью накрыл коньковую зону, по сути полностью закрыв чердачное пространство. Для его проветривания я не буду делать продухов, диффузионная паропроницаемая мембрана и так без проблем справится с выведением влаги. Если над утеплителем остаётся воздушный зазор, мембрана позволяет обойтись без контробрешётки. То есть обрешётку можно ложить прямо на неё. Обрешётку я набивал из доски 100 на 25 миллиметров. Шаг обрешётки подбирается в зависимости от кровельного покрытия. В нашем варианте отец выбрал кровельный профнастил с высотой волны в 20 миллиметров и толщиной металла в 0,45 миллиметра. И для него я выбрал шаг обрешётки в 40 сантиметров. Чтобы придерживаться этого шага я придумал самодельную приспособу. К деревянной рейке прикрутил два бруска, между их вершинами я выдержал расстояние в 40 сантиметров. Цепляя эту приспособу за нижнюю уже прибитую доску, сверху на неё мы опираем следующую. Таким образом вне зависимости от разной ширины досок, шаг между ними будет оставаться точно в 40 сантиметров. Размечать обрешётку таким способом значительно удобнее чем бегать с рулеткой. Хотя такая точность для профнастила и вовсе не нужна. Зато при изготовлении кровли из металлочерепицы, где нужно точное соблюдение шага обрешётки, такая самоделка станет незаменимой. Доску обрешётки я соединял на стропилах и прибивал её с помощью двух 80 миллиметровых гвоздей. А на краю кровли доску фиксировал с помощью трёх гвоздей. В такой работе я всегда использую кровельный 600 граммовый молоток с стальной обрезиненной ручкой. Ну а сейчас я покажу вам удобнейший метод ориентирования гвоздей по лорихорну. В качестве черновой коробки я прикрутил три шелёвочные доски. Они формируют свес кровли примерно в 30 сантиметров. От стекающей воды с кровли такого свеса будет достаточно. А чтобы защитить фасад полностью от дождя, свесы нужно было бы сделать не менее чем полтора метра. И такая затея показалась нам нецелесообразной. Поэтому выступы кровли со стороны фронтона мы сделали ещё меньше шириной в 10 сантиметров. Листы профнастила я поднимал на кровлю с помощью верёвки струбциной. Струбцина зажималась на листе профнастила и я поднимал его без особых проблем. Вытянув 4 листа на кровлю я соединил их по волнам наживив саморезами. Закрепив один саморез по диагонали возле конька я выровнял все листы по передней кромке. Сделав выпуск около 5 сантиметров. Многие боятся, что через стыки будет протекать талой от снега вода, накрывают листы на две волны. Тем самым сильно удорожая кровлю. Мы справлялись с этой паранойей с помощью силиконового герметика, который накладывали наверх накрываемой волны. Профнастил прикручивали с помощью оцинкованных кровельных саморезов. В цветных саморезах особого смысла не увидели, так как на поверхность кровли можно взглянуть только с 200 метров. Завершающими работами по изготовлению кровли стали монтаж ветровой планки и конька. Под конек мы не укладывали самоклеящийся поролоновый уплотнитель, который бы спасал от заметания туда снега. Профнастил на коньке стыкуется очень плотно и если даже появится проблема с заметанием под него снега, то подложить поролончик мы всегда успеем. Конек стал завершающим элементом над работами с кровлей, а сама кровля стала завершающим этапом возведения коробки дома. И самый приятный момент любого кровельщика, когда он по окончанию работ слезает с нее в последний раз. Друзья, в следующей части будет установка окон, подготовка дома к зиме и самое интересное, так как дом перезимовал уже свою первую зиму, результаты зимовки. Многие предрекали в комментариях, что дом с таким худеньким фундаментом, с малой глубиной заложения, с окнами без перемычек, с перекрытием и кровлей без армопояса, не переживет и первую зиму и весь покроется трещинами. Насколько оправдались ожидания инженеров-специалистов, мы с вами увидим уже в следующей части. И чтобы ее не пропустить, подпишись на наш канал, нажми на колокольчик, а также поставь свою ставку в комментариях, сколько трещин мы насчитаем. И по традиции я прошу тебе, оцени пожалуйста это видео вот здесь, чтобы мы понимали, что движемся в правильном направлении. Ну а теперь давайте пробежимся по смете и посчитаем трудозатраты. Сумма за прошлые этапы, участок, фундамент плюс стены составила 6218 долларов. Хочу заметить, что все дерево на коробку дома, включая кровельный каркас, было закуплено еще на этапе возведения фундамента. Его цену я указал в смете, показанной во второй части. Так что в этой сумме стоимость дерева уже учтена. Мембрана обошлась в 37 долларов, профнастил на кровлю с примерной площадью в 44 квадратных метра обошелся в 364 доллара, метизы плюс остальной расходный материал в 68 долларов. А все затраты на дом на данный момент составили 6687 долларов. А сейчас мы попробуем посчитать трудозатраты. Сразу скажу, что я буду учитывать только основные трудозатраты по строительству дома, без учета подготовительных работ, работ по благоустройству участка, закупки материала и других косвенных работ, так как на них влияет множество факторов и они у всех будут выходить по-разному. Подсчет я буду вести в человека днях, он будет примерным, но на него все же можно будет ориентироваться. Над фундаментом работало в среднем 2 человека и мы справились за 6 дней. Скважину с канализацией изготавливали 2 наемных рабочих и они справились за 4 дня. Над возведением стен и изготовлением перекрытия в среднем работало 3 человека, на эту работу у нас ушло примерно 10 дней. Ну и над кровлей в среднем работало 2 человека и эту работу нам удалось закончить за 4 дня. Суммарные трудозатраты на дом на данном этапе составили 58 человека дней. Как я уже говорил, здесь не учтены многие подготовительные работы, так как они у всех будут индивидуальны. Впереди нас ждут еще много интересных этапов, так что увидимся в следующем видео. С вами был Гена, канал MyGalaxy, жизнь своими руками.